Новости на телеканале СКАД ТНТ. В студии Надежда Трубачева. Здравствуйте. Самарская делегация приняла участие в первом форуме межрегионального сотрудничества в Ташкенте. Губернатор Дмитрий Азаров уже подчеркнул всю важность таких международных встреч. Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. Они поспособствуют увеличению доходов предприятий Самарского региона, бюджета области, созданию новых рабочих мест и повышению доступности продукции из республики на рынках. Дмитрий Азаров отметил всю продуктивность и эффективность международного форума. Объемы товара оборота между Самарской областью и Узбекистаном увеличиваются нашему региону. Крайне необходимо участвовать в таких важных встречах. Представлять свою продукцию, а также использовать инвестиционные возможности на международной арене. Товар оборот между Самарской областью и Узбекистаном растет. Причем мы растем за счет экспорта в основном, что нас в большей степени интересует. Конечно, мы заинтересованы в продукции предприятий Узбекистана. И, наверное, в первую очередь это плодовощная продукция, сельскохозяйственная продукция, текстильная. Но для нас очень важно, что мы поставляем сюда технику, машины и механизмы. И видим поле для сотрудничества в сфере образовательной, обучения студентов. Форум очень результативен и важен для Самарского региона, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Форум первый, но уверен, что он станет регулярным. Мы сегодня уже видим возможности за эти два насыщенных дня. Наши предприятия нашли себе деловых партнеров, нашли новые рынки для сбыта своей продукции. Это крайне важно. Мы окажем всемирную поддержку и со стороны правительства региона будем укреплять экономические связи. В последние годы Самарская область практически не участвовала в форумах и выставках. Однако в этом году регион был масштабно представлен на главной российской площадке – Петербургском международном экономическом форуме. И активно участвовал в мероприятиях, которые проходят при участии президента страны Владимира Путина. Так, на прошлой неделе Самарская делегация принимала участие в пятом форуме регионов Беларуси и России. Александр Семенов, СТВ. Автоваз до конца года уволит 720 сотрудников. Руководство «Волжского гиганта» анонсировало сокращение штата, пишет ряд интернет-источников. Это связано с оптимизацией производства, которое идет уже не первый месяц. Представители Тольяттинского завода уведомили о сокращениях службы занятости. Сотрудникам завода предлагается в качестве альтернативы занять равнозначную должность в других подразделениях. Также стоит отметить, что, согласно отчетам, на конец первого полугодия 2018 года на автовазе трудилось около 36,5 тысяч человек. Установлены возможные причины аварии Самарского союза. Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили вероятных виновных в повреждении одного из датчиков ракетоносителя. Это и могло привести к аварии 11 октября, сообщает ряд интернет-источников. С виной конкретных сотрудников разбираются. Фамилии сборщиков были указаны в бортовых журналах, ранее изъятых в следствии. Напомню, авария произошла во время старта ракетоносителя «Союз». Она должна была доставить корабль с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгем на МКС. По предварительным данным, отключились двигатели второй ступени. Экипаж не пострадал. Более 10 тысяч человек в день посещает сельскохозяйственную ярмарку на площади Куйбыша в Самаре. В этом году она работает в новом формате. Вместо грузовых газелей и гор овощей на асфальте, самарцев ждут большие белые шатры. В них разместились прилавки с самым разнообразным товаром. Наши корреспонденты увидели все своими глазами. Это места пенсионеров тут всегда многолюдно. Продукцию везут со всех уголков региона. От свежих фруктов до целебных сборов. В этом году пожилых предпринимателей ожидал приятный сюрприз. Специально для них поставили новые торговые ряды, а также натянули тент. Совсем скоро обещают установить еще и лавочки. Это нужно. Мы свое вырастили на своих участках, на приусадебных, на дачных участках. Вот мы приехали и все продаем. Нам очень удобно. Вместо старых палаток современные шатры для комфорта как продавцов, так и покупателей. Стоит отметить, что для работы на ярмарке привлекают в первую очередь местных производителей. Полная социальная направленность. Никаких перекупов. Мы получаем списки, которые именно производители. В первую очередь привлекаем их для работы на ярмарке. Естественно, это первый он производитель и для него это прямой сбор. Соответственно, цена на такую продукцию, она будет существенно ниже, чем через вторые, через третьи рыбки покупать. Мясо, рыба, куры, сладости, деликатесы, овощи и фрукты, которые выращены у нас. Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева работает по пятницам, субботам и воскресеньям. Она весьма популярна среди жителей Самары. Люди просят, чтобы ярмарка работала как можно дольше. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Откуда идет вода? Бурлящий ручей уже месяц течет во дворе дома по физкультурной 127 и образует целое озеро. Коммунальщики заявки принимают, но дальше дело не идет. Ответственность никто на себя не берет и проблема остается. Сколько клубов воды успело слиться в никуда почти за месяц, гадают жители. Аварию они заметили еще 17 сентября. Сначала подумали, что вода появилась, потому что кто-то устроил во дворе мойку машин. Но нет, проблема оказалась в другом. Сочится из-под земли, причем с приличной скоростью. Вода буквально бьет ключом. Кто будет платить, если мы в подъезде моем полы, из квартиры таскаем воду. За нас за это берут. Повторно. У нас нет никакого крана, нигде ничего не выведен. Тем не менее берут. А здесь уже месяц течет, никому не надо. Как только жильцы поняли, в чем дело, они сразу же начали обращаться в ответственные организации. Надеялись, что на проблему отреагируют оперативно. Все-таки сейчас так важен вопрос экономии ресурсов. А здесь чистая вода, за которую все жители регулярно оплачивают счет. Но ожидания людей, к сожалению, не оправдались. И единственное, что за целый месяц делают коммунальщики, принимают заявки. Куда бы только мы ни звонили, и РКС, и аварийные службы, и ЖКО, и во все инстанции абсолютно дежурному по району, никто никакие меры не принимает. Слава Богу, три дня тому назад приехали, спилили деревья, но копать еще, я не знаю, может зимой придут. Сколько воды утекло и еще утечет, непонятно. Жители уже шутят, что вскоре нужно будет удочками запасаться и идти на рыбалку на озеро, которое образовалось под окнами. Доведут ли ситуацию до абсурда или все-таки возьмутся за дело? Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. Продолжаем выпуск. ДТП со смертельным исходом в Тольятти. Женщина-водитель сбила ребенка на пешеходном переходе в Южном городе. И эвакуация учеников в лицее. Об этом более подробно расскажут наши корреспонденты в криминальном обзоре. Сбит на дороге. ДТП со смертельным исходом в Тольятти. По сведениям ГИБДД, 63-летний водитель на автобобиле Фиат Дуката ехал по Московскому проспекту со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. Автолюбитель наехал на мужчину 1949 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался. Ребенок попал под колеса на пешеходном переходе. ДТП произошло в Южном городе 18 октября около 7 вечера. Женщина 1985 года рождения на автомобиле Киа Рио ехала по Николаевскому проспекту со стороны улицы Спортивная аллея в направлении улицы Раздольная. По предварительной версии полицейских, автолюбительница сбила 8-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Черный чемодан вызвал эвакуацию. В Тольятти 19 октября занятия для учащихся лицея номер 6 были внезапно прерваны. К учебному заведению прибыли все оперативные и экстренные службы. Причиной тревоги стал черный чемоданчик, который обнаружили в коридоре лицея. Детей выводили из здания около 10 минут. Младших эвакуировали в ближайший детский сад, ребят постарше просто отвели подальше. Саперы обследовали подозрительный предмет. В нем оказался духовой музыкальный инструмент, кларнет одного из учеников. Такая резкая реакция на находку вызвана трагическим происшествием в Керчи. Сейчас меры безопасности в учебных заведениях усилены. Выставка оружия, суровые мужчины в форме и выступление оркестра прекрасных девушек-барабанщиц. В Самаре прошел день призывника. Обо всем по порядку расскажет наш корреспондент Максим Остриков. Красота в погонах – это всегда волнительно и завораживающее. Девушки из Института Министерства юстиции открывают концерт на дне призывника в Доме культуры Победы. Организаторы праздника – военный комиссариат промышленного района. Пригласили представителей разных силовых структур, чтобы они рассказали о службе призывникам сегодняшним и будущим. Росгвардеец Михаил Самоевов, отслуживший срочную в войсках спецназначения, часто бывает на таких мероприятиях и уже имеет большой опыт работы с детьми. В процессе живого общения с детьми они задают много вопросов, как можно устроиться в Росгвардию работать. То есть постоянная работа с детьми. На улицах нас уже узнают, как начинают здороваться сами дети. И в школах интерес живой проявляется к службе в Росгвардии, вообще к службе. Предстоители вооруженных сил рассказывают ребятам о современном оснащении и снаряжении. Можно рассмотреть и разобрать автомат. А казаки показывают и рассказывают о том, как работать с шашкой и другим холодным оружием. На дни призывника приглашает всех тех, кто заинтересован в популяризации службы Родине. И это дает результаты. В последнее время показатели призывной работы характеризуются, что количество у нас уклонистов уменьшается. Молодые люди с пониманием относятся. Вопросы, которые возникают, мы стараемся на таких в том числе мероприятиях разъяснять. Этой осенью в Самарской области призовут на службу больше двух тысяч человек. Военкоматы направляют заинтересованных ребят на подготовку в ДОСААФ. К примеру, Кирилл Волков на базе аэродрома на Крежу уже многому научился. Это пригодится ему во время службы в воздушно-десантных войсках. Военно-десантная подготовка, там учат укладывать парашюты. А наземная подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка. Сколько прыжков у тебя? Три прыжка. Почему такой выбор? Ну, потому что ВДВ – это сила, ВДВ – это красиво. Ну, а по личным причинам, потому что у меня дядя был десантником, и беру с него пример. В день призывника в торжественной обстановке школьники промышленного района вступили в ряды юнормии. Этих ребят вскоре ждет серьезное и ответственное задание. Мы все знаем, что совсем скоро у нас будет парад памяти, 7-го числа, 7-го ноября. Юнормейцы, которые сегодня здесь принимают присягу, будут принимать участие в параде, в сводном парадном расчете от промышленного района. Мы каждый четверг ездим в определенное место и тренируемся там коробкой. То есть занимаетесь строевой подготовкой? Да. Насколько это сложно для тебя? Я думаю, это не сложно, если ты хочешь заниматься этим. Сейчас в регионе около 1300 юнормейцев. Промышленный район лидирует Самарской области в этом движении. С учетом ребят, которые вступят в юнормию в этот раз, в муниципальном образовании будет уже 10 юнормейских отрядов. Их общая численность порядка 400 человек. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Сегодня пятница, а значит время брать курс на выходные. О наиболее ярких и интересных культурных событиях для всей семьи расскажем в нашем обзоре прямо сейчас. Что приготовил город на этих выходных? Куда сходить, чтобы сделать свой уикенд незабываемым? Разберемся вместе. Выходные на подходе. Чем занять себя осенним вечером пятницы, как ненаблюдением за звездами? Тем более, что это можно сделать совершенно бесплатно, с использованием профессионального оборудования и комментариями специалистов. Самарские любители астрономии вновь собираются на тротуарке. В этот раз встреча пройдет в районе загородного парка. В мощные телескопы, взгляды зрителей, откроются первая четверть Луны, загадочные планеты Сатурн и Марс, двойные звезды и яркие объекты глубокого космоса. Наблюдения будут сопровождаться лекциями. Окунуться в мир космоса и попытаться разгадать загадки Вселенной можно будет до 11 часов вечера. Отдохнуть от городской суеты можно будет в субботу вечером на мантра медитации. Там можно будет ознакомиться с медитацией, расслабиться не только телом, но и душой, зарядиться гармонией на всю следующую неделю. Начинается программа с дыхательной практики. Далее йога-нидра, на которой можно лучше узнать свое тело. Далее мантра-медитация, позволяющая принять себя. А завершит цикл глубокое расслабление. Мантра-медитация заниматься можно каждый день, независимо от пола, возраста и опыта. На встрече научат, как правильно практиковать. Также можно будет задать свои вопросы опытным йогам. С 18 октября в Детской картиной галерее открывается выставка лучших работ Всероссийского конкурса детского рисунка «Все, что я люблю» или «Давайте познакомимся». Конкурс начался в феврале этого года совместно с Ассоциацией городов Поволжья. За полгода пришло около 2000 рисунков. Дети и подростки переносили на полотно то, что они любят. На выставке можно увидеть порядка 200 картин из 44 городов, таких как Астрахань, Волгоград, Владивосток, Омск, Екатеринбург, Казань, Ижевск, Ярославль и другие. Посмотреть, что сейчас важно и ценно детям, можно будет до конца ноября. Мария Леевна, Олег Галочкин, СТВ. А на этом все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru А у нас все. Мы с вами прощаемся и до встречи.